Финал межпредметной олимпиады «Наше наследие» собрал в Чебоксарах более 250 умников и умниц. Три дня они решали задания, проверяя свою эрудицию, логику и память. Медиа, наборщики и головоломки. Чтобы их решить, знаний только русского и математики недостаточно. Олимпиада межпредметная, и в финал проходят те, кто успешно преодолел школьный, муниципальный и республиканские этапы. Мы готовились в школе, аудирование, медиа-наборщик. Это командным туром. К индивидуальному мы готовились также и дома. Примеры решали, писали соответствующие, учили стихи, делали у кого чтение. Просто в Москве проходили тренировки и на сайт высылали задания. Кто мог распечатывать, распечатывали и делали задания. Из года в год меняется общая тема. В этот раз – города Поволжья. Группа педагогов разработала задания для командных соревнований и индивидуальных зачетов. Если мы возьмем запоминание стихотворений. Вот чемпионы у нас за 4 минуты запоминают 5 четверостиши с автором и заглавием до запятой. Или вот сейчас недавно прошел финал в Казани. Победитель за одну минуту запомнил расположение 30 изображений и без одной ошибки записал. То есть это дети с уникальной памятью, с интеллектуальным развитием. Задачи с листа – это лишь часть испытаний. Истинные интеллектуалы должны уметь ориентироваться и проводить исследования в музее. Даже если это ребята третьих-четвертых классов. Школьников этой возрастной группы собрал финал в Чебоксарах. Старшеклассники соревновались в Казани. Ученики среднего звена – в Костроме. Финал в столице Чувашии стал самым массовым. В Чебоксары приехало почти 250 школьников из 26 регионов России. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.